Воспоминание детства Ну, даже не детство, а юность И, в общем-то, даже сейчас, иногда за столом, когда мы с моими однокашниками вспоминаем свою молодость Мы нет-нет, встретимся у Пирса, обязательно вернемся, процитируем несколько фраз и вспомним, конечно, Алика Ватинцева Персонажа загадочного, абсолютно с бездной харизмы И я хочу сказать, что для Советского Союза он был абсолютно неповторим То есть второго Ватинцева просто не могло существовать Откуда он такой взялся? Он был просто как пришелец Несколько даже обескуражен, удивлен тем, что вы попросили, вы вспомнили об Алике Ватинцеве Потому что говорить о таких людях очень сложно Это, знаете, есть вот таланты, вот есть гении А есть какие-то люди, которые еще глубже, чем вот этот слой То есть такой анекдот, когда посадили всех поэтов по ранжиру Перед Господом Богом И на самой вершине этой пирамиды сидит местный сапожник Говорят, вот он-то и был самый великий поэт этого времени Или есть известный фильм «Легенды о пианисте», может быть, вы видели Вот этот пианист Тим Рот, который просто слышит музыкой Который мыслит музыкой, но он даже с корабля сойти не может на сушу Он говорит, этот рояль Бога с бесконечным количеством клавиш Он боится за него сесть Вот какие у меня ассоциации с Аликом Ватинцем Ну, мы как бы не особо любим советскую эстраду, российский рок, все такое прочее Но вот Алик, это скорее исключение Это вообще может такой, можно, наверное, сказать, патриарх российской психоделики И протопанка, как вот мне кажется Хотя его мало кто знает в этой связи Но вот мы поэтому и включили в наш репертуар парочку вещей Одну на английском, одну на французском Дабы, как бы, устранить эту несправедливость Да, конечно Конечно, Алик Ватинц В одном из самых ярких воспоминаний раненостей Это, в общем, только тогда бывает так Что одна встреча с человеком, да Может, одна единственная на всю жизнь Может запомниться, и ты помнишь его до мельчайших подробностей Вы знаете, бывают в жизни люди, которые встречаются так, похотно Бывает, с ними общаешься и год, и два, и больше бывают Но они забываются Ну, забываются и в полном смысле, что стирается абсолютно А не оставили никакого следа в жизни Алик был вехой Был вехой в жизни Я всегда вспоминаю где-то с горечью, где-то с улыбкой О нем Вы знаете, если бы, конечно, судьба собой говорила к нему Он бы достиг очень много Его бы сейчас называли бы великий, талантливый А он действительно был очень талантливый Это дело, конечно, которое, вот если честно Ну, я о нем не думаю каждый день Но если я вспоминаю, там, гуляя с собакой в лесу Случайно мне не дают это покоя, вот, ну, несколько дней И если вы каким-то образом приблизитесь к этой тайне, к этой легенде И раскроете какие-то карты, и, может быть, даже фильм найдете, я не знаю То, ну, лично я буду вам очень признателен Он был на третьем курсе, я на первом Я не схожу, чтобы было снисхождение старшекурсников к первокурсникам Ну, какое-то, вы знаете, даже не менторское Даже трудно объяснить это Ну, как опекуны Алик стал вот такой культовой фигурой в одночасье Вышел фильм «Встретимся у Пирса» С одной стороны, такая очень обычная романтическая история Ну, надо понимать, то время, в которое фильм вышел И в этом фильме вот это море, любовь давала потрясающий заряд свободы Свободы И вот эту свободу люди почувствовали и словили То есть, конечно, как шедевр кинематографа совершенно нельзя назвать Но вот был этот дух свободы Море первой, ну, не первой, но такой молодой влюбленности И такие молодые, красивые герои Там ребята стали пытаться, значит, под него, подражать его герою То есть, вот эту прическу, костюмы, значит, белые Все-все там это было Стоп! Снимем еще дубы Эта команда привычна для каждого кинематографиста Сегодня в приморском поселке кипит работа Идут съемки приключенческого фильма «Встретимся у пирса» На одну из главных ролей приглашен молодой артист Знакомьтесь, студент в ГИКа Али Квотенцо Последние наставления режиссера Теперь последняя деталь Превратим с помощью фильтра яркий солнечный день в вечер Съемка Очень многие стали носить шапочки с помпоном Также галстук и вот на шейме платок под рубашку Я тоже так же, но я сам по себе Я к нему даже немного ревновал, потому что Ну, если девушке нужно было абсолютно унизить своего парня Она вспоминала, конечно, об Алике Ватинцеве О его фигуре, о его жестах, о его манере Там до сих пор ходят легенды, как за ним бегали не только однокурсницы, а люди из параллельных курсов девушки Значит, там просто это было Ну, вот в ГИК, наверное, давно такого не знал Спокойно нельзя было на его выходке, проделке, в общем, смотреть на его мимику И поэтому, может быть, и вот отчасти этот и постмодернизм, и московскость Легла в основу нашего настоящего московского ансамбля «Мегаполис» Вся страна мечтала с ним познакомиться Девушки мечтали, там, выйти замуж Мальчики просто, так сказать, пожать руку и пообщаться И сказать потом в компании А я вчера там видел или, дай бог, выпивал с Аликом Ватинцевым Лето было, жарко, а он был в темных очках В общем, несу я какую-то вещь, поставила ее, так разгибаюсь А он вот так передо мной, прям буквально, вот к лесу, к лесу, в этих черных очках А места мало, и мысли прям вот животами, грудью, прям буквально вот так вот столкнулись И я смотрю на него, и через очки глаз его не вижу Так вот смотрю судорожно, пытаюсь увидеть, что он вообще думает И ничего за этим не видно, и видимо, нажим такой у меня еще от этого Я же маленькая, все три нас лет Ну, а уже какое-то было благоговение И вдруг он так, я чувствую, рука так рядом с поясом у меня появляется Ну, как будто здоровый, а чувствую только так, потому что мы совсем вблизи находимся И он говорит, почему вы мне так болитесь? Я помню, у меня сердце в пятке Думала, ноги вообще подогнутся, упаду Сейчас вот, до сих пор, если вот я вспоминаю, то прямо на руке Вот ощущение его руки, оно до сих пор осталось Знаете, я ведь с ним даже встречался Вот странная история, потому что мало, мало вообще на самом деле Кого из великих наших знаю, тем более из актеров А его, он мне очень сильно запомнился, тем более, что я не знал, кто это А тут, как было дело, 67-й год, мой 10-й класс, значит, я уже брежу кино Ну, что, я хочу делать, тоже я хочу быть кинорежиссером Тут уже приезжают ребята, у нас наши на родину, Луганск, из Москвы рассказывают Как они там в уборную, через окно в уборную лазили, Андрея Рублева смотрели Значит, уже пошли, пошло украинское поэтическое кино Я уже там мазыкой брежу, кто вернется, да любит, Борис Кмельницкий Нас не надо жалеть, видимо, никого не жалели Это замечательная черно-белость кадров Что тоже очень было важно Было понятно, что кино должно быть либо, значит, цветовыми ударами Либо по-настоящему черно-белая фактура В общем, зимой взял меня батя с собой в Москву в командировку Я в иллюзион прорвался на таганку и пошел во вник узнать, что и как Даже мимо охраны пробрался А на третий этаж, как сейчас помню, поднялся, где у них все это И там даже попытался прорваться к Герасиму Герасимов увидел, он меня кинул взглядом Молодой человек Был в пальто, что за мовы то В общем, стою я, как будто меня облили ушатым помоем И тут подходит большой пацан Вот так Это, ну, сколько ему тогда было? Ну, лет, наверное, двадцать, да? А мне шестнадцать И он из той категории Вообще, когда с тобой разговаривает большой пацан Да, в этом возрасте, это очень важно А я стою совершенно обалдевший Ну, парень подходит, такой разворот, да, значит, кинозвезда И очень участливый Ты чего, что такое? Я хочу снимать, вот, вот украинское политическое кино А? Дерьмо Да? А что не дерьмо? Как что не дерьмо? Прошлым летом Марин Бадди видел? А Лене Рене? Херасима Любовь моя видел? Где я? В Лугайске это видел Ну, читал уже А, да, да, я знаю А, ну, вот это кино Ты про внутренний монолог знаешь Я, известно, что я туда еще не читал Вот Сумка, портфель, портфель Обычный портфель был Такой, ну, середина шестьдесятых Там ничего, так Вытаскивает Еще обратил внимание При всей своей подслеповатости Значит, там маленький букетик цветов Горлышко бутылки И книжку Недельча Милев Божество с тремя лицами Она до сих пор у меня Как раз Болгарин такой Который исследовал внутренний монолог Значит, советском кино Там у него как-то Хроника одного дня Ленин В Польше Тут же Бергман Вот, говорит, что нужно А это все, говорит, красивые кадры Алик, а вы режиссер? Он так занялся Нет, думаю, это будет последствия Ну, в общем, говорит, пошли Ну, я все-таки потерянный С одной стороны С другой стороны Человек меня выслушивает, пацана Мы пошли Где-то какую-то забегаловку Он достал еще бутылку Это был портфель Я еще был Я тогда даже и не пил еще Я впервые попробовал Это был нормальный портфель Я уже не помню даже какой Красный только помню Знаете Разлил И начинает мне читать стихи И читает он Да Вытаскивает тут же Несколько репродукций Какие-то удивительные Какие-то расплывающиеся планеты Человек Ленинского И там-то как дальше вытаскивает Не читает свеча И начинает мне читать Тоже тогда неслышанное еще Свеча горела на столе Свеча горела В общем Портфель мне показался Божественным напитком Вино вдохновения, что называется Час, наверное, в основном еще ходил Читал стихи В общем, попрощались Когда попрощаюсь Такая пыла, что я даже его фамилии не знаю Вот Долго я его вспоминал Да, значит, где-то Вот полтора прошло И, значит, сбежал я с лекции В этом институте Какая-то, значит Это кино было Встретимся у пирса, кажется Ну, называлось Да, мой? Я учился во французской школе И всякий раз, когда Выяснялось, что там В советском фильме Звучит французская речь Или Так, дети, значит Сходите Ну Не так же часто это было Кстати, он же там играл, да И, кстати, у него был Очень хороший французский язык Очень хороший По-ну-си-а-си-о Настоящий Говорят, французы говорили Что он говорил практически Почти без акцента То есть чисто по-французски Насколько он был талантлив Он подражал Он великолепно имитировал голоса Особенно у него хорошо получались Люди, говорящие на небасах Те народ Он даже женщина Он даже копировал Тамару Макару Самое любопытное, что Чем дальше я стал про Алика узнавать Мне кажется, что он Очень сильно отличался от своего героя Очень сильно Если герой, вот эта улыбка Этот герой, значит Открытый такой Вот Алик был очень закрытый человек Да, он был очень обаятельный Он умел себя влюбить и чиновников И девушку само собой В общем, это понятно Действительно под его влияние Подпадали, повторюсь, даже мужчины Абсолютно нормальной ориентации Просто им хотелось быть похожим на него Но при этом он был очень закрытым В нем был вот это двойное дно Куда он очень мало кого пускал И многие люди просто этого не понимали И не замечали А оно было И с возрастом как раз У него стало появляться вот эти вот данные Хорошего, настоящего Такого нашего, на те, рефлексирующего актера Я бы сказал, даже мирового масштаба Если бы такой человек был бы У него была бы возможность Там оказаться в Голливуде Он стал бы просто звездой А у нас такие люди были не востребованы Вот то, с чего он начал Это было нужно Вроде бы такой наш советский герой С открытым лицом А вот чуть сложнее уже персонажа Это было сложнее Поэтому у него При всем том, что он стал культовой фигурой В общем-то Нельзя сказать, что кинокарьера Хорошо складывалась Дальше-то его почти не снимали Дальше-то были какие-то эпизоды У него были мелкие роли Белкие, мелкие роли Но видите, 90% артистов кино Их в театр не брали Их не брали в театр Очень за редким исключением Но для этого был создан Был театр киноактера Как-то в одночасье Все это раз и исчезло То есть, вернее, сердество не исчезло Исчезло все упоминания То есть, какие-то редкие Я даже не знаю Редкие кадры по телевидению То есть, раз Как будто этого не было И не было на долгие-долгие годы И я как-то читал, мне кажется В начале 90-х То ли совершенно секретно То ли еще где-то О том, что Якобы Ватинцев Ну, было несколько версий Одна была турецкая Что он спьяно поплыл в Турцию Что ему совок там совершенно Его достал Вторая версия была конспирологическая Говорили, что его То ли вербовала какая-то секта КГБ С каким-то очень странным названием Вообще-то я даже не могу вспомнить То ли он просто как-то В силу того, что он был тестем Какого-то Какого-то Тестем какого-то большого начальника КГБ Случайно приблизился к каким-то тайнам И его просто устранили Каким образом устранили Непонятно Но фильма нет В сети его нет Один раз вроде бы я По каким-то ссылкам На какие-то кадры Вроде как набрел А это оказалось абсолютно другое И смотрите, что дальше происходит Можно, конечно, дальше рассказать Про его личную жизнь Ну, например, про его брак Он кто-то считал, что очень выгодно Женился на дочери очень высокого чина В КГБ Алла Курдюмова ее звали Причем у нее был официальный жених Она от него отказалась Мальчик из МГИМО Все как надо Неоднозначная женщина Да, очень красивая Как актриса, сложно сказать Эффектная, скорее, чем Талантливая Такая непростая женщина Непростая очень Это было в Афгике Ну, и когда я пошла Он пошел за мной Ну, начались всякие разговоры Короче говоря, потом Где-то еще столкнулись На третий день И он мне сказал А ты будешь моей женой А я сказала Нет Потом прошло Какое-то время Все-таки Мы-то Довольно Часто Так Сталкивались Где-то Вот А потом он подошел И мне сказал Ты сможешь без меня жить? Я вот без тебя Не смогу Я сдалась Аллочка Очарование Очаровательная девушка Очень добрая Хорошая Ну, я видела Что, как говорится Он ее любит А мне-то что до этого Ну, он любит Значит, я Третий должен уйти Как сон Раскрытый солнцу зал И я Забытый среди кресел Когда разбег Прелюдий мал Тогда и зал Тебе не тесен Рояль и я И я прошу Шопен сегодня Очень нужен В Шопене тишина и шум Шопеном целый мир разбужен Он чем-то удивил меня Он каждым звуком Сердце ранил Напомнив брошенный В камнях Не полетевший В детстве планер Он притаился Где-то там Где все я прожил И проездил Он ищет По моим следам Мой первый Поцелуй в подъезде Чтоб все Бессилие Разлук Решалось Простотой Свиданий И суммой клавиш Губ и рук Над бессердечьем Расставание Неплохо Я сейчас может быть задам Не совсем корректный вопрос Вам все говорят Что в Аликах все были влюблены Вам приходилось его ревновать Как-то Или какие-то женщины Ну это же был человек Так сказать Душа Общества Московской элиты Это человек Который Актер Режиссер Писал стихи И в принципе Где он не появлялся Это все Это был человек номер один Естественно Да, мы всем лели Вот Поэтому как-то вошло в привычку И уже Как-то я спокойно К этому абсолютно относилась Даже скажу больше Мне даже это где-то нравилось Ведь было известно потом Что у Алика было много романов Он в общем был Всю жизнь в этом плане Востребованным Вот это множество романов И Алла же очень долго Все это терпела Причем было не очень понятно Я до сих пор в этом не разобрался Что это было Она смирялась с этими романами Или действительно прощалась Что так его любила Неизвестно Насчет того, что выгодно женился Я думаю, что все-таки Это злые и завистливые языки Потому что В итоге высокий чиновский ГБ Ничем Алику не помог Ни разу А вот повредил ли Об этом поговорим чуть позже Чуть позже Ну вы знаете что Ведь это уже Так сказать Как бы Раз ты работаешь В КГБ Это ярлык Но люди-то абсолютно разные Везде бывают Абсолютно разные И потому Те люди Которые собирались в доме Которые приходили Я думаю, что Он все-таки был Порядочным человеком Я вот больше Сомневаюсь В непорядочности Тех людей Которых вербовали Потому что Они работали Они были на работе И работу они выполняли Часто не по своей воле А то, что было Указано То и делали А вот те, которые приходили Это были Я знаю И многих писателей И композиторов И художников Которые соглашались Наносили на своих друзей Ну, про эту квартиру Ходили легенды Там все время собиралась Богема Ну Кого там только не было Ну, вот смотрите Вот этот дом В котором Прошла Вся юность Алика Когда они с Аллой Переехали Еще в Абгике учились А вот смотрите Видите Вот Может, посмотрите Вот там голубое Вот там с трубой Видите Кафель такой Облупленный Вот по голове Это здесь на самом деле Кухня была Вот так вот стояла Плита Такая раковина Жаренькая Но сколько на ней там На этой кухне Всего прошло Вот буквально На четвертом этаже Да? Раз, два, три Вот на четвертом Видите? И вот Все там сидели Стихи писали Ну Жизнь была А теперь Че сказать Вот Трубы торчат балки Как вся Москва Как наш город Вот так И нет больше Никаких Кухонь Так вот Карьера не складывалась У нее складывалась Чуть лучше Кстати Она снималась Больше В какой-то момент Она даже стала Ставить условия Ну чтобы вот Он снимался С ней Ну далеко не все На это условия шли В общем Семья Жила Скорее бедно Я бы сказал Даже Были какие-то лишения Потом они сделали Такой фильм красивый И сказали Хорошо Вы не хотите снимать нас Тогда мы начнем Сами снимать кино Поступили Блестяще Кстати В гипно-режиссерской Факультет Вот И А вы представляете Все-таки актеры Ну будем Честными Чем лучше актер Тем он в общем Глупее То есть это Какой-то особый вид ума Но он как бы Совсем не режиссерский Они поступили И оказалось Что может быть Даже в этом Вот как раз Та глубина Алика О которой я уже говорил Мне кажется Она в этом Стала проявляться Что он Стал вдруг себя Он так и не снял Ни одного полного метра К сожалению Конечно Мы не можем Констатировать Что это был Был бы большой режиссер Но он подавал надежду То что у нас Очень много Подающих надежды И к сожалению Почва засасывает Эти надежды И мало кто Их потом реализовывает Тут Алик был Из этих людей Но его курсовые работы Его дипломные работы Они были очень свежи И из этого Должен был получиться Очень хороший режиссер Как мне кажется Так вот Что происходит дальше Ну да У нее конечно родилась дочь Можно ее об этом рассказать Катя Которая сейчас Не дает ни одного интервью Я кстати с ней встретился Я с ней побеседовал Это было очень тяжело Я повторюсь Она не дает интервью Она ни с кем не встречается Она живет в такой затворнице У нее кстати самой нет семьи То есть Там такая Сложная какая-то история Алла же С Аликом Они разошлись Когда девочке было Семь лет Вот Семилетней Катя Значит Это все было Так вот Я с ней встретился Она не открыла Ни одной Мне тайны Как бы Она давала понять Что она якобы Ничего этого не знает Мне показалось Что она Знает больше Чем говорит Но говорить об этом Не хочет Так вот смотрите Значит Алик с Аллой расстаются Дальше При этом вроде бы Остаются друзьями Общаются Еще два года Алик Можно проследить Его В нашем поле зрения Потом он исчезает Человек исчезает Ну хорошо Ладно Пропал без вести Не знаю Выпил водки Заблудился в лесу Все может быть Но Его вырезает Из всех картин То есть Те небольшие эпизоды Где есть Вырезает А Значит Фильм Встретимся у Пирса Просто Вот вы видели этот фильм И его мало кто видел Только те Кто успел посмотреть В прокате Вот И вот тут-то и начинается Интересное Мало того, что человек пропадает Его вырезают То есть Его стирают Почему? Я честно вам скажу Я не нашел Ответ на этот вопрос Но я нашел Несколько еще любопытных версий Она бытовая В том, что Алла прощала измены Многочисленные Очень многочисленные Алику Но она была Единственная Дочь Своего отца А отец Высокий чин КГБ Большой вопрос Прощал ли он Такое издевательство Над дочерью И над самим собой Потому что Это как же порочится Имя Фамилия И вот есть Очень серьезное Предположение Что отец Так что он мог делать Все что угодно Мне даже В общем страшно Предположить Самые какие-то Такие ужасные вещи Но вполне возможно Что именно к исчезновению Алика Предложил руку Именно Алин Отец Это первая версия Вторая версия Еще более интересная И тоже Кстати уж Простите Я понимаю Что это набило оскомину Все эти тайны КГБ Это уже вчерашний день Хотя КГБ у нас Не вчерашний день А завтрашний И настоящий Но тем не менее Я понимаю Что все это уже Все от этого устали Я тоже от этого устал Но тем не менее Вторая версия Опять Связана с КГБ Дело в том Что в то время Возникла какая-то Очень страна Об этом мало кто знает Кстати Это как-то информация Не просачивалась Никуда Почти Возникла некая Ну по сути секта То есть некое Тайное сообщество Организация Как-то она Называлась Типа ГОГЕЖ Опять же Наименование Совершенно понятно Откуда взявшись Помимо того Что у него Смешное название Вот Это такая Бывшая Или не знаю Ну Советская В советские времена Была такая Промывки мозгов Что-то такое Вот Это был Санаторий Или профилактория В общем короче Санаторий был В который попасть Было очень крайне сложно Там были люди Особо приближенные К императору Я так называл Я видел Я там внутри не был Но мимо проезжал Обратил внимание Трехметровый забор Колючая проволока И глухие ворота Говорят Что тот кто там побывал Какой-нибудь артист Мы говорили Потом заслуженного Был заслуженным Походил оттуда Народный Раз В СССР Ну Были они народными На самом деле Трудно сказать И эта секта Работала на интеллектуалов На людей Сферы культуры Искусства Их туда Вербовали Возможно Уже так сказать КГБ понимало Что вербовать На уровне КГБ Невозможно было Уже все-таки Не то время И люди не те И уже все-таки Методы уже были Иные И вот возникла Такая с одной стороны Очень модная штука Такая В общем-то Мы же были Нас не было эзотерики Не было религии Ну почти не было Мы были до этого голодные Советские люди И вот эта секта Она в общем Кто ее придумал Был очень умничал Потому что Это не затаскивает людей Силы Это была очень модная штука Это была игра А в чем-то И не игра В эзотерику Заигранную с темными силами Понимаете Вот И масса людей Туда подпадали Именно вот так сказать Абсолютно добровольно Ну понятно Что они там И на УПИ использовались И все психологические вещи То есть эта игра была Филигранная Друзья мои Если я вам назову фамилии Людей Которые туда попали Вы мне просто не поверите Поэтому я не буду их называть Но эти Очень известные люди И многие из них Прекрасные художники Они там были И вот Алик Каким-то образом Стал понимать В чем это Может быть Через Аллу Через отца Что-то до него Дошло Что это Не 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 Такать Не Возникшая Секта А Спланированная Определенными Силами И вот Эта информация Как бы Алик и покупила По одной из версий То есть Даже Не то Что он Как-то Пытался Воспрепятствовать Этому И сломать Это тайно Общество Но просто Вот он узнал То Вот знаете Иногда Просто Вот Не нужно Оказаться В каком-то Месте В какое-то Время А вот он Узнал то Что просто Не нужно было Им узнать Алик Там Испортил Политические анекдоты, ну, представили, конечно, что репрессия, все было, и расстреливали за анекдот. А там было так, ну, все травили анекдоты. Уже был Брежнев, уже у него была первая стадия старческой, как называется, в общем, маразм начинался у него. И Алик, про Брежнева кто-то рассказал анекдот, про Хрущева, про Брежнева, и тому подобное. Ну, чувствовали, что в своей компании. И Алику понесло. Вот это, что в нем было, его могло заносить. У моего любимого режиссера Леонидовича Гайдая в домашней фототеке хранились все фотопробы, вот ко всем фильмам, которые он снимал. И однажды, когда я вот единственный раз побывал у него дома, вдруг среди там целой череды Остапов-Бендеров, не утвержденных на 12 стульев, вдруг я увидел фотографию Альберта Ватинцева. Я удивился, думаю, все-таки типаж какой-то не его, Остап-Бендер, он почему, как-то вот, не знаю, мне казалось, что не его роль совсем. Ну, и увидел, и забыл. Зато потом, много лет спустя, оказавшись в архиве Мосфильма, вдруг там эти фотоальбомы с пробами, так интересно было, и вот как раз 12 стульев просматривал и вспомнил, что я вот кого я видел у Гайдая. И вдруг там Ватинцева нет. Но все есть, его нет. Вот. Туда-сюда перелистал и заметил, что страничка выдрана аккуратненько-аккуратненько, чуть ли не отрезана. Так, на первый взгляд, даже не поймешь. То есть, вот нет его. Ну, опять же, так как я этим актером особо не увлекался, то время прошло и забыл про эту историю. И пока недавно мой сосед по дому, с которым мы никогда вообще не общались, такой хронический алкоголик, знаю, что сидел, ничего общего нет. И во дворе вдруг он сам разговорился, говорит, я тебя видел по телевизору, ты там про артистов что-то рассказывал, а вот знаешь ли ты такого Ватинцева? Я говорю, ну да, знаю, был такой артист. А ты знаешь, что я с ним сидел? Да ладно, сидел, ты с ним что-то заливаешь. А у него кличка была Бендер. Так, думаю, уже интересно, кличка Бендер. Почему? Он так здорово вообще лихо орудовал, скупал, продавал иконы, антиквариат, старинные монеты. Мог переправить за рубеж вообще все, что угодно, черта Лысого мог отправить. О, такой был виртуоз. Думаю, так, уже интересно, это, пожалуй, материал для новой статьи. Начинаю его расспрашивать. И чем дальше погружаюсь я вот в этот разговор, тем больше понимаю, что путаний его показаний становится все больше и больше. И уже как-то постепенно выясняется, что и вовсе не он сидел с ним, а он знал, что мужики сидели, которые с ним сидели, сидели с тем и про него рассказывали. И так далее, и так далее. В общем, чем дальше, тем больше, тем, конечно, как-то больше фантазий. Думаю, ну нет, уже, наверное, заврался совсем окончательно. Ну, в общем, история осталась непонятна. Сидел, не сидел, нигде этих вот как бы источников нет. Правда, никакого нигде не найдешь. Но из фотоальбома на Мосфильме фотопробота Бендера Батинцева изъято? Нету. А вы знаете, мы никогда не узнаем. Это могла быть просто банальная какая-то хулиганская история на какой-нибудь платформе, там, я не знаю, Маленковская. Это печально, потому что человек был крайне интересный. Но, знаете, в нем была эта некая обреченность. Меня все-таки поражает, что встретимся у Пирса, да, такой легкий фильм, его звездная роль, и какой же он там искрящийся. Вот, а на самом деле вот даже в жизни многие говорят про вот эту вот печаль в его глазах. Вот это вот, то второе дно, может быть, в глазах оно как-то проявлялось. Вот была в нем какая-то обреченность такая вот, такой трагической русской фигуры. Причем не та обреченность, когда человек сам себя доводит до каких-то вот вещей, каким-то своим таким образом жизни. Алик-то, в общем, ну да, женщина, конечно, был его пункт, это не спорю. Но он, нельзя сказать, что он там страшно пил, там, наркотики. Он не был настолько, во-первых, не было тех средств, которые были у тех, кто мог себе это позволить. Вот, это была другая история. Была все-таки какая-то обреченность такая судьбы, а не он сам там мало принужден усилий. Ну и, наконец, есть третья версия, но она, конечно, легендарная, красивая, что, не выдержав жизненных неврядиц, Алик уехал в Сочи и переплыл. Переплыл в море, оказался в Турции, где следы его теряются. Господи, ну это уже из области какой-то фантастики. Если он и мог уплыть, он ведь, кроме того, что он занимался вот всем, что я сказала, у него была такая несбывшаяся мечта уйти в море. У него даже какой-то родственник был на Дальнем Востоке, который ходил по разным странам, и он его все время с ним переписывался, и что вот я когда-нибудь, когда-нибудь я все-таки с тобой поплыву. Вот это была его, как бы даже, я бы сказала, хрустальная мечта. А может, он ее осуществил потом. Мы же не знаем про это. Я как-то спросил Алика, я говорю, почему-то все равно о море, все равно, про море, море, море. Он говорит, я вообще до сих пор, хоть я, говорит, скоро стану, уже, говорит, получаю скоро диплом, мое большое желание, если, говорит, какого-то морского офицера, даже матроса, ну, кого угодно, он лишь бы связан был с морем, а море был без ума. В последнее время я очень много езжу по стране. Я встречаюсь со многими интересными людьми, с рабочими, и со своими коллегами, с творческой интеллигенцией. Но особенно интересно сейчас мне беседы, встречаться с моряками. И вот, когда я был в одной из поездок в Владивостоке, мне попалось в местной газете стихотворение владивостокского поэта, тоже моряка, Виталия Ковченко. Мне очень понравились стихи, я нашел сборник этого поэта. И, ну, не хочу много рассказывать, сейчас идет работа над одним фильмом, в который, возможно, войдут песни, которые написаны мной. Я не профессиональный композитор, это просто для души, я пишу песни для души. И вот одна из этих песен, мне кажется, она удалась, возможно, она войдет в этот фильм. Я хочу сейчас вам ее представить. Надеюсь, она вам понравится. Я думал, я отдам, я создан для добра, И ей вине отдам, заветного ребра. Но из него, чтоб вдруг с пути не унесло, Я выстругаю струк, я вырежу весло. Но из него, чтоб вдруг с пути не унесло, Я выстругаю струк, я вырежу весло. Я вырежу весло. А ты средь белок дня пришла ко мне с добром И стала для меня и сердцем, и реброй. Сквозь штормы проходя, я знал, плывя домой, Ты море, ты ладья и светлый парус мой. Сквозь штормы проходя, я знал, плывя домой, Ты море, ты ладья и светлый парус мой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я отдам, я создан для добра, И ей не отдам заветного ребра. А ты средь белок дня пришла ко мне с добром И стала для меня и сердцем, и ребром. А ты средь бела дня пришла ко мне с добром И стала для меня и сердцем, и ребром. Ходили слухи, что он, конечно же, убежал в Турцию. Тогда вот это удивительная история, ведь Саша Соколов, ведь он тоже пытался убежать в Турцию из Коктебеля, То есть это такое любимое место было. А тут все хотели свалить в Турцию. Может, убежал. Хотя, честно говоря, в это верится с трудом. Почему? Потому что после вечернего сеанса Литфонд, вся эта публика выходила на набережную, А погранцы, которые там стояли наверху, Они прожекторами баражировали кородак, набережную. И все думали, боже, а как вот, вот он, А как им это удалось-то? Ну, бог его знает, может быть. Ну, это я отчасти смеюсь, Потому что, конечно, скорее всего, Судьба-то была несколько иной. Плавал он великолепно. Я неплохо плаваю. Но он плавал, это как рыба. Он мог час или два, ну, такое расстояние переплыть. Вряд ли. Но мы пытались найти какие-то следы И связывались с архивами турецкими. И вот два года назад нам сообщили, значит, Такую информацию, что в некой, из Стамбула, Что в некой русской церкви, значит, Якобы встречался человек, Который скрывал свое происхождение, Но он был русским. И, скорее всего, значит, И он кому-то признался, что он был актером. Значит, когда мы приехали в Стамбул, И упоминалось какое-то название Ургюб. Мы почему-то решили, что это русская церковь, Ургюб в Стамбуле. Мы стали ее разыскивать. Значит, при этом, когда мы приехали в Стамбул, Тот человек, контактное лицо из архива, Он почему-то пропал, не выходил на связь. То есть связаться с ним мы не могли. Это, собственно, было необъяснимо, Потому что мы как бы должны были его отблагодарить за информацию. Но, значит, на связь он больше не выходил. Значит, мы стали искать, естественно, Никакой русской церкви под названием Ургюб в Стамбуле не оказалось. И мы поехали, мы путем ресерча поняли, Что это город Ургюб на средней территории Турции, в Анатолии. Значит, где-то в районе Каппадокии. И поехали с оператором в этот город Ургюб. Значит, там, ну, тоже достаточно это все было затруднительно, Потому что ни у кого нету никаких, собственно, никто не помнит ни фактов, ничего. То есть нужно было, опять-таки, обходить всех людей, все семьи и расспрашивать. И вот мы совершенно случайно, значит, причем сам какой-то старик Вышел на нас, увидев съемочную группу. И он повел нас себе домой. И там, значит, мы выяснили, значит, причину этого знакомства, Что он поет какую-то песню на САЗе. Вот у меня даже есть фотография. В принципе, мы его снимали, но запись также у нас исчезла. Вот фотография этого дедушки, который исполнял на САЗе. А песню, как мы поняли, это была песня Алика Ватинцева. Но, естественно, он не знал ни имени этого человека, который оставил, значит, научил его этой песне. И главное, что, собственно, съемка тоже исчезла после того, как мы переправились через границу. То есть мы были очень рады, что у нас такой редкий материал. Но когда мы приехали в Москву, мы этой кассеты просто не обнаружили. У нас все лежало в чемодане, но это действительно, она почему-то исчезла. Это его сын, который тоже по каким-то причинам, значит, знает несколько русских слов. Ну, видимо, от своего отца. Вот, то есть, по-видимому, почему мы решили, что это Алик? Значит, ну, вероятно, потому что нам был какой-то, значит, знак передан Истамбула. И мы таким образом пробрались аж до центра Турции и искали там по всем городам, включая вот эту вот деревню Ургюб. И, кстати, там находится вот некий город под названием Нигде, да, он считается как Нигде, Нигде, да. То есть у них не имеет такого значения, как в России, слово Нигде. Вот, мы даже туда заехали уже, ну, честно говоря, просто, что, мало ли, может быть, человек скрывался именно в городе Нигде, Нигде. Значит, кроме того, там по всей территории такая вулканическая местность и очень много христианских церквей, бывших, старых, да, где сохранились всякие фрески. И, как нам сказали, что, в общем-то, в любой из них мог скрываться русский человек, ну, потому что там, собственно, вся местность – это вот вулканические такие туфовые грибы, которые могут быть использованы для жилья. Значит, то есть это место, если ты скрываешься, если там даже скрывались русские христиане в каком-то 12 веке, то, соответственно, я думаю, что один актер спокойно мог бы достаточно долгое время существовать. Ну, и вычислить его могли только исключительно турецкие спецслужбы. То есть какие-то следы, вот, по видимости, имеются в этом Мургюпе. Этот дедушка у нас, значит, что-то сказал, спел и показал таким образом, что Алик там был, но каких-то точных доказательств у нас так и не сохранилось. То есть никаких документов, никаких интервью в итоге, только наши догадки и, в общем-то, какие-то гипотезы. А из кассеты вы пытались как-то выяснить? Это кто-то с вами ходил, а были какие-то подозрительные люди? Нет, никаких подозрительных людей не было. Мы были очень рады, что у нас есть такой материал, то есть это хотя бы было какое-то доказательство. Мы просто сложили все кассеты в чемодан, и пока это переправлялось через границу, видимо, исчезло. Я встречал его друзей, с которыми он учил, с которыми играл, всем спрашивал, и никто ничего не знал. То есть полный вам, жив ли он, не жив, где он, что он, чего он, чем живет, чем дышит. И вот однажды в магазине, в ГУМе, ко мне подходит человек и говорит, ты меня не узнаешь? Я так, условно, нет. Я говорю, вроде лицо знакомое. Я Марик Кауфман. Господи, а он вместе с ним учился. А Марик был оператором. Ну, чего ты разговариваешь, все, ну... Походили мы с ним, время есть на Красной площади, походили. Я говорю, слушай, ты не знаешь, где сейчас Аника? Говорит, знаю. Где? В Израиле. Мать у него еврейка, отец русский. А в Израиле... Я говорю, что он там делает? Он туда приехал больше тридцати лет тому назад, как я знаю. Я его встретил случайно. Он очень изменился. Он узнал, говорит, меня, а не я его. Он в театре не играет. Одно время он плавал на раболовецком судне. Там в Израиле. Сейчас он женат на еврейке нашу. У него родился ребенок. Ну, мы-то общались, общались. Он, говорит, очень рад, что мы встретились. Он, говорит, у него было такое, говорит, стеснение. Он так стеснялся, конечно. Потому что он здесь. И что вы думаете? Он мне говорит. Я, говорит, дай ему свой телефон. Я, говорит, дай ему свой телефон. Я, говорит, дай ему свой телефон. Он, говорит, немножко замешкался. Ну, на бумажке написал. Через три дня я звоню, а я попал в больницу. Я называю его фамилией, все. У нас таких нет. Эта больница, это не квартира. Он не хотел. Он не хотел, чтобы его таким видели. Грусть. Бессилие нежное. В завитках волос. Рук бессилие снежное. Боже мой, я уже даже забываю. Ну, на самом деле, вот такая перекличка была. Потом вот он еще песню написал поэту. Но уже вот так по-русски. Рук бессилие нежное. Рук бессилие нежное. Такого уже не было. А вот ему очень нравилась песня одна, которую он слушал часто. Как ты? Как ты? Депрессия, депрессия, где-то в углу сада, где-то в углу парка. Это очень близко с этим. Грусть, бессилие снежное. Депрессия по-французски не переводится как депрессия. Грусть, тоска, боли. В конце есть текст, что любовь вернется в следующем году. В смысле, что ничего, вернется. Я просто вернется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok